Всем привет! Смотрите как установить и настроить Citrix Hypervisor или XenServer. Как создать виртуальную машину, сделать моментальный снимок системы и вернуть машину к прежнему состоянию. А еще, как восстановить данные с виртуальной машины XenServer при случайном удалении, если машина перестала грузиться или при загрузке вы видите ошибку, которую нельзя исправить. Citrix Hypervisor — это платформа виртуализации, работающая на специальной версии Linux, разработанной компанией Citrix. Используя эту платформу, вы можете запускать множество виртуальных машин на одном аппаратном сервере. Данный Hypervisor позволяет создавать виртуальные машины, делать моментальные снимки дисков и управлять рабочими нагрузками виртуальных машин. Как и другие, продукты виртуализации не являются идеальным. В результате работы могут случаться сбои и другие ситуации, ведущие к потере информации. И в результате возникает вопрос, как восстановить данные. Далее в видео мы детально разберем восстановление с виртуальной машины гипервизора Xen. Для начала давайте рассмотрим установку данного гипервизора. Для установки XenServer 8 версии нужно проверить несколько вещей. Требуется 64-разрядный процессор Intel или AMD на базе архитектуры X86. Если вы планируете запускать виртуальные машины Windows, вам необходимо включить технологию аппаратной виртуализации в BIOS. Также перед установкой гипервизора Xen необходимо загрузить установочный ISO образ сайта Citrix. Для этого перейдите на страницу загрузок Citrix. В раскрывающемся меню выберите Citrix Hypervisor, а затем выберите последнюю версию. Для загрузки нужно пройти регистрацию. Установите ISO образ на свой сервер через консоль удаленного управления, такую как IMM, ILO или аналогичную. Или создайте загрузочный USB накопитель. Для начала процесса инсталляции запускаем сервер и загружаемся с флешки. В окне загрузки выбираем Install. На первом шаге установки выберите раскладку клавиатуры, которую вы будете использовать и нажмите ОК. На следующем шаге, если нужно загрузить специальный драйвер устройства, нажмите F9. В противном случае нажмите ОК для продолжения. Принимаем условия лицензионного соглашения. Затем выберите диск, на который вы хотите установить программное обеспечение Citrix Hypervisor Xen Server. Так как я устанавливаю с локального диска, выбираю из списка в качестве источника Local Media и жму ОК для продолжения. При установке CD-DVD диска рекомендуется проверить носитель, в противном случае пропускаем проверку ОК. Задаем пароль для учетной записи рута, вводим еще раз для подтверждения и ОК. На следующем шаге нужно настроить параметры сети, выбрать автоматически или установить статический IP, добавить маску и шлюз ОК. Далее нужно задать имя хоста и параметры DNS сервера. ОК. Указываем местоположение. ОК. Город. Для синхронизации времени выбираем NTP и жмем ОК для продолжения. И наконец Install Citrix Hypervisor, чтобы начать установку. В итоге все данные, которые остались на диске будут удалены. В конце установки будет приложено установить дополнительные пакеты. Если они вам не нужны, жмем NO, чтобы завершить установку. Установка завершена. Извлекаем установочный диск и жмем ENTER для перезагрузки. После загрузки сервера можно к нему подключиться с клиентской машины. Для этого в браузере вводим IP-адрес сервера. Посмотреть его можно в окне гипервизора. Для управления сервером загрузите и установите XenCenter. Перейдите по ссылке на загрузившейся странице. Запустите утилиту. Затем нужно добавить в нее наш сервер. Жмем здесь правой кнопкой мыши XenCenter и выбираем ADD добавить. Вводим IP-адрес сервера, имя и пароль администратора ADD. Мы успешно подключились к серверу. Теперь можно создавать виртуальные машины, управлять сетью хоста и хранилищем. Для установки операционной системы виртуальной машины вам потребуется установочный диск, либо ISO файл. Я буду использовать ISO образ. Нужно создать репозиторий, где будут храниться ISO образы операционных систем. Для этого подключаемся к серверу pssh и создаем на нем локальную папку, выполнив следующую команду. Затем создаем репозиторий через Storage Manager. Такой командой. Где name label это имя репозитория. После выполнения команды в окне GUI появится новое хранилище. Для загрузки образом на сервер подключаемся к нему psftp и копируем образ в эту папку. Для активации образов нужно перейти в Local ISO, Storage и нажать кнопку Rescan. После чего образ появится в списке. Также в список загрузки виртуальной машины добавится все, что инициализировано в локальном репозитории. Теперь можно выбрать загруженный образ и установить на новую виртуальную машину. Чтобы создать виртуальную машину в XenCenter нажмите по вкладке «Новая виртуальная машина», «New WAN». Выберите операционную систему, которую хотите установить и нажмите «Next». Укажите имя будущей виртуальной машины. Next. Выберите установочный носитель и сообраз из созданного ранее репозитория. Next. Выберите сервер, на котором вы хотите создать виртуальную машину. Затем выберите количество процессоров и памяти, которые будут выделены в виртуальной машине. Затем задайте желаемый объем хранилища. И нажмите «Next». Если нужно добавьте еще одно сетевое подключение. Жмем «Next» и «Create Now» для создания. После машина появится в списке. Она автоматически запустится и начнется установка операционной системы. Проходим стандартную установку системы. После чего машина будет готова к использованию. Hypervisor Xen позволяет делать моментальные снимки состояния виртуальной машины. Для создания и администрирования снэпшотов требуется довольно много свободного места, больше чем в два раза от размера виртуальной машины. Если получилось так, что мы создали машину на хранилище, у которого нет достаточно запаса свободного места и создали снэпшот, он займет все место. При попытке его удалить, место не вернется назад, но снэпшот пропадет. Моментальный снимок – это снимок состояния машины на конкретную дату и время. Такие снимки помогут вернуть случайно удаленные файлы или настройки системы на момент создания снэпшота. Для того чтобы создать моментальный снимок, выделите виртуальную машину, перейдите на вкладку Snapshots и нажмите Take Snapshot, укажите имя снимка, если нужно описание и нажмите Take Snapshot. После снэпшот появится в этом списке. Для того чтобы вернуться к конкретному снимку системы, выберите его из этого списка и нажмите Revert To. Установите отметку, нужен ли вам снэпшот текущего состояния машины или нет и нажмите Yes. После чего система откатится к прежнему состоянию. Определить нужный снэпшот можно по дате и времени. Если виртуальная машина не загружается или при загрузке выдают ошибку, которую нельзя исправить. Произошел сбой в работе сервера. Воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Она поддерживает восстановление данных с виртуальных дисков различных гипервизоров, включая Citrix Xen. По умолчанию Citrix Xen сервер использует LVM системы хранения виртуальных машин на локальном хранилище. Данный вариант хранения имеет массу преимуществ перед VHD файлами, но порой для создания общего хранилища необходимо использовать файловый режим хранения по аналогии с VMware ESX. В результате процесс восстановления может вызвать ряд трудностей. Hetman Partition Recovery при подключении физического накопителя, на котором лежат файлы виртуальных машин, отображает диски всех виртуальных машин. Чтобы посмотреть, какие виртуальные диски принадлежат конкретной виртуальной машине, на сервере нужно выполнить команды для поиска идентификатора виртуальной машины, диска и репозитория. Для этого подключаемся к серверу pssh, вводим первую команду. В результате мы нашли идентификатор виртуальной машины UUID. Теперь по этому идентификатору можно посмотреть подключенные диски, выполнив такую команду. В конце указан идентификатор виртуальной машины. В результате мы получим идентификатор виртуального диска, с помощью которого найдем идентификатор репозитория. Теперь по этому идентификатору мы сможем определить какой виртуальной машине принадлежат конкретные диски, а также идентифицировать их в программе. Подключите диски сервера к компьютеру с операционной системой Windows. Скачайте, установите и запустите программу. Hetman Partition Recovery отображает в менеджере все диски виртуальных машин. Выбираем диск, на котором лежали файлы, которые вам нужно восстановить. Жмем по нему правой кнопкой мыши и выбираем открыть. Далее выбираем тип анализа, быстрое сканирование. Если программе не долг, если программе не удалось найти нужных файлов выполните полный анализ. Нажмите правой кнопкой мыши по диску и выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файловую систему. Далее. Переходим в папку, где хранились файлы. Отметите те, которые нужно вернуть. И нажмите восстановить. Укажите диск. Папку, куда сохранить данные. И еще раз восстановить. По завершении все файлы будут лежать в указанном каталоге. Если хранилище Xen сервер было построено на базе RAID, вам нужно искачать программу Hetman RAID Recovery. Программа в автоматическом режиме соберет из накопителей RAID. Вам останется лишь запустить анализ и дождаться результатов. И восстановить нужную информацию. Hetman RAID Recovery поддерживает большинство самых популярных типов RAID массивов. Для облегчения поиска нужных файлов в каждой из программ реализирован поиск по имени файла. Также вы сможете посмотреть содержимое файла в предварительном просмотре. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.